Гамаржола! Всех приветствую на канале Петров Тверской. Я сейчас в Сагурамском лесу и вот по этой дороге отправляюсь на вершину одноименного хребта. Остальное расскажу по пути. Удивительное это место, Сагурамский лес на Сагурамском хребто. Вероятно, красивые своей кровизной деревья, извилистые, запутанные, как вся история этого места, куда мы идем. Ну вот, мы и на вершине, в монастыре Азиададзене. По пути рассказать не получилось. Крутой очень подъем, высота не то 1100 метров, не то 1300. Разные источники, разная информация. История этого места тоже крайне запутанная и древняя, аж 2000 лет. Ну, пойдемте в монастырь и там уже разберемся, что к чему. Очень туманно, холодно. Вот эти совсем древние стены. Здесь вкладка более современная. В общем, где-то в 100-м году здесь появилась крепость. Потом появился языческий идол Заденя. Заденья не задевай, а то Заденья так заденет, что мало не покажется. А потом уже появился первый в Грузии монастырь. И вот мы его видим. Давайте пройдемте поближе и расскажу его историю. Насколько я ее знаю. Как я уже повторял, очень запутанная и неизвестная. Когда-то здесь была к Ахете, древняя крепость, языческое капище. На левом берегу Арагвия, напротив древней столицы Грузии, Амцхета. В VI веке пришли 13 отцов-основателей, монахов. В главе с Иоанном. И основали здесь монастырь. И потом разошлись по всей Грузии и тоже основали монастыри. А место это со временем стало Амцхетой Мтианете. Но по каким-то причинам монастырь не развился. Но сейчас вот он восстанавливается. Где-то часть стен древняя, где-то современная. Давайте поближе посмотрим, что здесь и как. Колокольня. Вход в церковь. Явно современная, восстановленная. Здесь кладка. Возможно, и современная. Возможно, чуть постарше. Но сама церковь очень-очень древняя. VI век. В общем-то, видно по кладке. Давайте вот с другой стороны еще посмотрим. Вот, как видите, такие вот маленькие окошечки. Их тут всего три. Я был в церкви. Она достаточно темная. Но отапливаемая. Оттого очень уютная. И очень необычная. То есть все-таки вот VI век это все было настолько по-другому. А здесь я специально подвожу к этому окну. Здесь вот за этой стеной, буквально в метре от меня, и похоронен Иоанн, основатель этой церкви. И этого монастыря, и, в общем-то, всех монастырей Грузии. А здесь, буквально в десяти метрах от Иоанна, еще одна могила. Это последний монах, который жил в этом монастыре. Был расстрелян в 1944 году. И, в общем-то, монастырь в тот момент пришел в запустение. Ну, такая вот история. И монастыря, и Грузии, и больше даже всей страны, которой тоже сейчас уже нет. А монастырь был, есть и будет. И Грузия будет. А еще здесь замечательный вид с горы. К сожалению, облачность не дает все показать. Надо будет приехать еще раз, когда будет уже тепло, светло и зелено. Давайте на этом тогда заканчиваем наш короткий репортаж. И отправимся дальше путешествовать по Грузии. Но прежде чем покинем стены монастыря Зидадзени, хочу отдельно поблагодарить поэта, художника, музыканта Александра Зеленяка за финансовую поддержку в создании этого ролика. И, конечно же, всех зрителей, кто посмотрел этот ролик, до конца посмотрел, поставил лайки, перепостил, написал комментарии. Спасибо вам тоже за все это огромное. А мы продолжим наше путешествие. Всем счастливо, пока-пока и всем мира. А в качестве послесловой и полезной информации монастырь находится неделько от Тбилиси, на левом берегу Арагве, напротив Мцхеты, у села Сагурама, от которого идет 6 километров хорошей дороги через Сагурамский лес, на Сагурамский хребет, по которой вы либо можете доехать, либо дойти пешком в этот самый замечательный монастырь. Продолжение следует... Продолжение следует...